Здравствуйте, с вами программа Крымлиф и я ее ведущий Александр Янковский. Самые важные события недели в Крыму далее в программе. Запрет на самоидентификацию. Парад вышиванок для активистов в Крыму закончился в полицейском участке. В бывшем помещении Меджлиса откроют музей Крымского ханства. Так здание спасают от национализации. Борьба за жизнь и свободу. Украинскому политзаключенному Александру Костенко сделали операцию. Адвокат обжалует приговор. Подконтрольные СМИ в Крыму анонсировали открытие провластного крымско-татарского телеканала. Белый шум. Отобранные Роскомнадзором ФМ-частоты украинских радиостанций полуострова пустуют. Парад вышиванок в полицейском участке. Так прошел у крымских активистов День национальной одежды. Их задержали во время попытки сфотографироваться на фоне стелы Крым в Армянске. Праздничный флешмоб снимали наши коллеги с телеканала Интер. Их тоже сопроводили в участок и устроили длительный допрос. Задержание полицейские объяснили необходимостью установить личности. Хотя у всех были при себе документы. Активисты уверены, на месте их ожидали специально. И такие приводы в полицию – один из способов давления на украинских активистов. День вышиванки в Крыму закончился, едва начавшись. Флешмоб планировали провести на границе с Крымом. В первую очередь мы выбрали его для того, чтобы показать нашим участникам флешмоба, который мы запустили в интернете, что мы действительно находимся в Крыму, не выдаем и наше местоположение за Херсонскую область или за Киев, за Львов и за другие города Украины. Вот. И под таким знаковым местом, где написано «Крым», мы решили просто приехать, сфотографироваться и выложить там интернет. Вместо этого более пяти часов активисты и съемочная группа телеканала «Интер» провели в РОВД города Армянска. Фотосессия началась возле бетонной стелы «Крым», а продолжилась уже в армянском РОВД. Участников акции, а также журналистов «Интера» полиция задержала якобы для дачи объяснений и установления личности, говорит Кузьмин. Сегодня власть настолько боится всего украинского, проявления украинского в Крыму. Это их реакция на наше появление, тем более нас отслеживали, прослушивали, знали наше передвижение. Вполне все логично. Может, они думали, что мы готовили какой-то теракт, провокацию, еще что-то. В РОВД Армянска задержанные члены Украинского культурного центра все равно провели парад вышиванок. Правда, своеобразный. Сотрудники полиции намекнули, рассказывают задержанные, о возможных последствиях проведения акций, не укладывающихся в устои российского Крыма. Отвечая на вопрос активистов, зачем правоохранителям их отпечатки пальцев, в полиции заявили, что иногда находят трупы без головы, и определить, что за человек погиб, можно только, если он был когда-то дактилоскопирован. Помещение Меджлиса в Симферополе займет музей. Так, собственник здания, это благотворительная организация Фонд Крым, пытается спасти дом от присвоения оккупантами. Фонд передал здание в аренду Крымскому историческому музею Ларишес. Планируется, что в следующем месяце здесь откроется экспозиция под названием «Калга-Султан». В здании будет создана и студия юных любителей истории и культуры. Вместо Меджлиса в здании фонда Крым откроется музейная экспозиция, посвященная истории крымского ханства. Фонд вынужден был передать здание, которое пытаются присвоить оккупанты Крымскому историческому музею Ларишес. Напомним, фонд Крым – благотворительная организация, ее учредитель, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джимилев. Исторический музей Ларишес собирается открыть в помещениях, где располагался Меджлис, экспозицию истории и культуры ханского периода. Она будет носить название «Калга-Султан». Открытие запланировано на июнь, сообщил на своей странице в фейсбуке Гулливер Альтин, основатель музея Ларишес. Альтин планирует встретиться с так называемым прокурором Крыма Натальей Поклонской, чтобы обсудить ситуацию с принадлежностью здания. Судебная тяжба между оккупационными чиновниками и владельцами длится больше полугода. Инициировал разбирательство так называемый комитет по охране культурного наследия. Он оспаривает право на пользование зданием. Формальный предлог – якобы искажение исторического облика здания. В конце апреля так называемый арбитражный суд Крыма постановил передать здание в собственность российского государства. Впереди апелляция. Все-таки хотелось бы, чтобы там функционировал Меджлис. Ну, реально сегодня таковы, что та эта многомесячная тяжба, да, судебная. К сожалению, ничего не дало. Потому что суд, опять же, руководствуется ни нормами закона, ни верховерством закона. Глава секретариата Меджлиса считает, что передача здания музею в таких условиях вполне приемливый вариант. И это не противоречит уставу фонда Крым. Крымский исторический музей Ларишес – обладатель уникальной коллекции раритетов по истории Крыма и Крымского ханства. У него больше полутора тысяч экспонатов, купленных основателем в 35 странах мира. Новая экспозиция должна охватить историю 13-15 веков, когда Крым был центром Крымского улуса Золотой Орды. Политическому узнику Александру Костенко сделали операцию на руке. Руку сломали еще в феврале, пытавшие майдановца сотрудники ФСБ. Перелом так и не сросся. На операцию Костенко конвоировали 20 спецназовцев. Александр назвал имена издевавшихся над ним ФСБшников. Это Андрей Тишинин и Артур Шамбазов. Однако крымские псевдоправоохранители не торопятся расследовать уголовное дело по факту пыток. Адвокат майдановца обжалует вынесенный ему приговор. Осужденному в Крыму за якобы избиение сотрудника спецподразделения «Беркута» активисту Майдана Александру Костенко сделали операцию на поврежденной в результате пыток в Симферопольском СИЗО-руке. Операция происходила на руке. Это как раз та самая операция о невозможности, которую во время уголовного процесса нам так долго заявляли органы прокуратуры и органы исполнения наказаний. Так как данную операцию можно произвести только вот такие. Была форсирована операция Костенко. Оказывается, в условиях Симферополя ее тоже можно произвести. Также адвокат Мадановца рассказал, что сегодня, 25 мая, будет подан иск в апелляционный суд Крыма. Дмитрий Сотников надеется на смягчение наказания. Жалоба такая получилась достаточно серьезная. Мы считаем, что все основания для отмены приговора в ней имеются установленными законом. Нарушены нормы международного процесса, международного уголовного права. Поэтому, соответственно, мы надеемся, что будут достаточно серьезные перспективы хотя бы на снижение уголовных ответственностей. Также есть информация, что по факту избиения Костенко завели уголовное дело. Президорожный отдел дознания возбудил уголовное дело против неустановленных лиц, якобы избивших Костенко. Сегодня я приду сюда в качестве представителя потерпевшего, представителя Костенко. И хочу выяснить, на какой стадии находится данное уголовное дело. И подать, когда та, что допрости лиц, которые я считаю уже свидетелями о свидетелях. Напомним, Киевский район из Суд Симферополя приговорил 29-летнего крымчанина, активиста Евромайдана Александра Костенко к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Он признан виновным в причинении вреда здоровью сотруднику бывшего украинского спецподразделения «Беркут» Виталию Полиенко в Киеве в прошлом году, а также незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Вы смотрите программу «Крымлив». С вами Александр Инковский. В нашей студии адвокат крымского заключенного Александра Костенко Дмитрий Сотников. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Дмитрий, ну скажите, пожалуйста, первое, как вы оцениваете то решение суда, которое было вынесено по делу вашего подопечного Костенко? Я оцениваю это решение суда как незаконное. Оно было вынесено исключительно с учетом доводов стороны обвинений, без учета доводов стороны защиты. В нарушении Минской конвенции не было направлено судебных поручений о допросах свидетелей граждан Украины по этому делу, которые могли бы подтвердить алиби Костенко. Не было направлено повесток в соответствии с международным правом и с Уголовным процессуальным кодексом Российской Федерации для иностранцев. По поводу второго преступления, в котором его обвинили, это хранение деталей оружия ствола. Значит, пакет, в котором опечатаны были вещественные доказательства, в данном случае данный ствол, он был распечатан при неустановленных обстоятельствах. Соответственно, поскольку понятые утверждают, что ствола не было, мы предполагаем, что ствол в деле уже появился после, после окончания действий был подброшен. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вообще, насколько нормально, что судят украинского гражданина и подозревают его в совершении преступления на территории Украины, а судят его российским судом? Дело в том, что в 1976 году на территории Советского Союза начал действовать международный пакт о гражданских и политических правах. В соответствии с статьей 15 данного пакта должно применяться законодательство, действующее на момент совершения преступления. На момент совершения преступления, поскольку у нас только три варианта существуют привлечения иностранного гражданина, совершившего преступление на территории иностранного государства, это когда он совершает либо против интересов Российской Федерации, либо против гражданина Российской Федерации, либо, если он является гражданином Российской Федерации, но на территории иностранного государства совершает преступление против иностранца. Третий вариант. Соответственно, суд преодолел данную норму тем, что руководствовался не моментом совершения преступления, а моментом возбуждения уголовного дела. К моменту возбуждения уголовного дела Полиенко уже был гражданином Российской Федерации, потерпевший, он получил гражданство где-то в середине 2014 года, а Костенко был изготовлен паспорт гражданина Российской Федерации в январе 2015. То есть Костенко фактически его признали гражданином Российской Федерации на основании договора между Крымом и Российской Федерацией? Да, в соответствии с шестым федеральным конституционным законом, если в течение месяца житель Крыма не подает заявление о сохранении украинского гражданства, ему, соответственно, присваивают российское гражданство и утрачивает, он должен утрачивать украинское. Хотя тут юридический механизм мне непонятен, поскольку гражданство – это такой специфический договор между гражданами и государством. Каким образом Россия может этот договор между Украиной и украинским гражданином расторгнуть, не являясь стороной этого договора, мне в свою очередь непонятно. Мирея, а скажите, пожалуйста, как вы думаете, как вообще дальше будет развиваться это дело? Куда вы будете подавать апелляции? Или согласитесь ли вы с этим решением суда? Мы на самом деле уже подали апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Крым. Следующая инстанция у нас будет президиум Верховного суда Республики Крым, это первая касация. И дальше вторая касация надзора у нас будет Верховный суд Российской Федерации. Именно на данной статье мы как бы планируем, что будет возможно каким-либо образом изменить ситуацию с данным делом. Поскольку пока дело находится в Крыму, пока оно контролируется Крымской прокуратурой. А как мы знаем, у нас по Российской Конституции прокуратура относится все-таки к органам судебной власти, она имеет достаточно серьезное сращение с судебной властью. И это отличие от украинской судебной системы, я так понимаю? Ну вот про украинскую судебную систему, про нахождение прокуратуры в ней я не знаю. У нас по Конституции в главе судебная власть также находится норма прокуратуры. У нас прокуратура относится к судебной власти. И вообще есть такое юридическое мнение, что прокурор это тот же судья, который постоянно находится в проверках, в суете, в работе. То есть который готовит дело непосредственно к поступлению в суд. Определяет как бы заслуги следователя. Смог следователь до конца провести расследование? Не смог. То есть вы рассчитываете, что вы сможете получить нужный вам результат в Верховном суде? Я рассчитываю, да. Несмотря на мои расчеты, естественно, я готовлю себе какие-либо альтернативные возможности. Это вновь отрывшиеся обстоятельства, которые я вижу в доказанности фактов избиения Костенко, пыток над ним. То есть либо в рамках уголовных дел, по которым потерпевший будет являться Костенко, соответственно, обвиняемыми сотрудниками ФСБ, либо в рамках Европейского сустава права человек, который должен установить эти факты. Дмитрий, и такой еще вопрос. На ваш взгляд, создает ли вот этот судебный процесс прецедент? Нет. И есть ли опасность для граждан Украины сейчас просто-напросто приехать в Крым? И для каких граждан есть такая опасность? Мне кажется, что лучше сейчас, конечно, воздержаться гражданам Украины от поездок в Крым. Но конкретно для тех граждан, которые участвовали в массовых протестных мероприятиях, в том числе и на Майдане, существует определенная опасность. Дело в том, что в деле Костенко использовалась видеозапись 2000 года, СБУ сделанная, и через этого доказывалась его партийная принадлежность к партии «Свобода». Любой гражданин, оказавшийся на массовом мероприятии, естественно, подпадает под камеры сотрудников спецслужб, будь то мероприятие в Киеве или будь то мероприятие в Крыму. И, въехав на территорию Крыма, в настоящий момент он рискует быть обвиненным в преступлениях против сотрудников на том же Майдане, поскольку все сотрудники у нас сейчас получили гражданство Российской Федерации. То, если суд принимает отправную дату, дату возбуждения уголовного дела, получается, что можно привлечь любого человека. Спасибо. Дмитрий Костенко, адвокат Александра Костенко, украинского гражданина, который сейчас получил уже приговор в российском суде в Крыму, был гостем нашей студии. Спасибо, Дмитрий. В сентябре в Крыму начнет вещание новый крымско-татарский телеканал. Окупанты хотят реализовать свою идею крымско-татарского общественного телевидения. Из федерального бюджета на него планируют выделить 177 миллионов рублей. В то же время единственному крымско-татарскому телеканалу АТР так и не дали возможности продолжить работу на оккупированном полуострове. В Крыму определились даты открытия так называемого КАТА. Такой аббревиатурой будет сокращаться новое крымско-татарское общественное телевидение, имя которому уже дали Милет, что в переводе означает «народ». Окупанты планируют запустить вещание уже 1 сентября. Директором станет Сиран Мамбетов. На данный момент в распоряжении создателей телеканала имеются соответствующие мощности. Подобрано помещение в центре Симферополя, выделены необходимые средства, говорят в так называемом Госкомитете Крыма. по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. На сегодняшний день те средства массовой информации, которые мы именуем национальными, естественно работают во взаимодействии с Государственным комитетом. И в данном случае сегодняшняя тема – это то, насколько взаимодействует, насколько эффективно это взаимодействие и есть ли какие-то у нас в этой части проблемы. На встречу были приглашены и представители единственного в мире крымско-татарского телеканала АТР, вещание которого из-за отсутствия российской лицензии разрешительных документов было прекращено 1 апреля. Собравшиеся отметили, что создание канала «Милет» не должно стать причиной травли АТР. Вот в такой тяжелый переходный период мы должны быть осторожнее и осторожнее с людьми, осторожнее с нацией. Я представитель коренного населения Крыма. Дмитрий Анатольевич, я благодарна за вас, за то, что вы открываете новый крымско-татарский канал. Большое вам спасибо за это. И спасибо Рескомнацу. Но когда родители одного ребенка очень любят, а другого пихают ногами, это не есть справедливость. А вот так называемый вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский считает, что в Крыму создана самая разветвленная структура средств массовой информации. Правда, уточняет, речь идет только о государственных. Слова чиновника, исходя из современных крымских реалий, можно трактовать так. Государственные, значит, подконтрольные тем, кто их создал. Следует отметить, что российские власти наращивают цифры количества крымско-татарских СМИ на полуострове. Оказалось, что там существует аж 30 средств массовой информации, вещающих и издающихся на крымско-татарском языке. Однако данные опровергают крымские журналисты. У нас не очень много изданий на крымско-татарском языке, а телеканал, который вещал 24 часа в сутки на русском и на крымско-татарском, и небольшую часть на украинском языке, у нас был всего один. Теперь его нет. Выступил в защиту крымско-татарского телеканала АТР и главный редактор журнала «Елдыз» Делевер Османов. Журналист отметил, что разрешение проблемы вещания или невещания АТР – это тест на отношение оккупационных властей ко всему крымско-татарскому народу. АТР, наверное, набрал ту высоту, которая уже не позволила бы его закрыть, потому что он вошел не только в дом крымско-татар, он вошел в дом всех крымчан, на мой взгляд. И поэтому нужно сделать все, приложить все усилия, найти компромиссы. Редакции студии «Провластного кота» будут располагаться на улице Козлова, 45А в Симферополе. Напомним, это здание было национализировано с сентября 2014 года так называемым Государственным советом Крыма. Оно принадлежит главе Кбалитсовета ВО «Батькивщина» Андрею Сенченко. Радиочастоты отобрали. Организовать вещания на них не могут уже два месяца. Напомним, оккупационные власти зачистили информационное поле от «Радио Ассоль», «Радиомейдан» и «Радиолидер». Роскомнадзор по собственному усмотрению прекратил действия их лицензий. Избежать этой участи смогло лишь «Трансэмрадио», которое продемонстрировало свою лояльность к режиму. Это шум на волнах ранее популярных крымских радиостанций «Ассоль» лидер «Мейдан». Спустя два месяца после вынужденного отключения эфира на этих волнах так и не зазвучали новые российские радиостанции. 1 апреля 2015 года нам пришлось полностью заглушить звук радио «Ассоль», поскольку дальше мы вещать уже не могли. Иначе бы здесь была прокуратура и все правоохранительные органы по факту нарушений. Так называемый федеральный закон о присоединении Крыма к России давал гарантию, что выданные украиной лицензии будут действительны до конца своего срока. 25 февраля 2015 года Роскомнадзор выставил на конкурс частоты, в том числе и тех радиостанций, у которых были все лицензии на частоты. И они действовали и признавались согласно российскому законодательству. Решение Роскомнадзора было вопреки федеральному закону о присоединении Крыма к России, в котором признавались все действующие лицензии, выданные государством Украины. 25 марта Роскомнадзор провел конкурс на право наземного эфирного вещания в Крыму и Севастополе. Частоты крымских вещателей, закрепленные за ними в украинских лицензиях, вскоре будут переданы новым владельцам, сообщало ведомство. А провластный телеканал «Первый Крымский» торжественно сообщил. Скоро крымчане услышат новые радиостанции. Есть хорошие новости для любителей радио Крым. Роскомнадзор провел конкурс на получение права осуществлять наземное эфирное вещание с использованием конкретных радиочастот и определил победителей в их распределении. Два полочастот выиграла наша телерадиокомпания. А вот крымское «Трансэмрадио» сориентировалось в правильном направлении. Заранее, в августе 2014-го, на своих частотах оно запустило совместный проект с информационным агентством «Россия сегодня». Гибридная война, наиболее современным ее выражением. И Ирак, и Хирия, кстати говоря, это две страны, которые столкнулись с такой новейшей войной. Такая информационная политика учредителей радиостанций позволила сохранить вещание, говорят те, кто эфир вынужденно отключил. Вмешательство Роскомнадзора в ситуацию с частотами, это все было сделано для того, чтобы просто зачистить информационное пространство. Сейчас что на этих частотах? На этих частотах просто пустота. Я каждый день включаю 104,8 в Симферополе, и там пустота. То есть это не надо было для того, чтобы здесь наполнить медиапространство совершенно другими радийными представителями. Это нужно было просто сделать информационный вакуум для крымчан. Общая картина распределения радиочастот свидетельствует о том, что практику зачистки информационного пространства в Крыму, начавшуюся год назад с телеканалов, распространили и на радиостанции. Правда, если на телевизионных частотах, отключенной в Крыму год назад Черноморке, вещает пропагандистская «Россия-24», то на радиочастотах, отключенных два месяца назад, теперь звучит так называемый белый шум. Вы смотрели программу «Крым-Лев», программу о том, как живут украинцы в условиях российской оккупации на украинском полуострове Крым. С вами был Александр Янковский. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин